Персонально ваш сегодня политтехнолог Андрей Патулицын. Здравствуйте, Андрей. Добрый день. Конечно же, как мне кажется, самая популярная тема на сегодняшний день — это поправки в Конституцию. Голосование совсем скоро, начинается продлиться несколько дней. Ну, уже все, наверное, об этом слышали, все знают. И давайте вот, знаете, с чего я думаю, с какого вопроса мы начнем? Парад победы и голосования — это те массовые мероприятия, которые проводятся в период пандемии в России. Вот все-таки с парада победы, да? Как вы считаете, не лучше ли отложить? Ну, во-первых, в Башкирии отложили, и слава Аллаху, как говорится. То есть тут руководство республики неожиданным образом проявило благоразумие, как и несколько других регионов. Ну, подождали, посмотрели, какая будет реакция из Кремля. Кремль не сильно стал шуметь, кричать, а даже сталкивать головой. И вот, значит, Башкирии тоже отменили абсолютно разумное решение. То есть, ну, я вообще не понимаю вот этого парада бесия или там победа бесия, которые вот у нас в последние годы происходят. Ну, есть даже такая шутка, что самая большая победа Владимира Путина — это победа в Великой Отечественной войне. То есть вот это присваивание заслуг прошлого в свой адрес — это, ну, достаточно такая распространенная банальная технология. Она, в общем-то, практиковалась у многих режимов. Но вот наблюдать на это и понимать, как это абсурдно, конечно, очень неприятно, если честно. Ну, и еще раз скажу, я абсолютно поддерживаю решение региональных властей не проводить это мероприятие в Башкирии. — Ну, все же, да. Но в Москве, например, ситуация намного, мне кажется, тяжелее, ну, судя по официальным данным, но все-таки этот парад проводит. — Ну, вот не смогли удержаться от того, чтобы не сделать этого, потому что это один из элементов, важнейших элементов режима по, значит, нагнетанию вот этой, значит, истерии военной, по поддержке авторитета властей при помощи вот таких вот экзотических вот вещей, как транспарирование вот этого вот, значит, исторического момента на нынешнюю власть, на нынешнюю действительность. То есть, ну, мы так потихонечку скоро и победу в войне 1812 года начнем отмечать, да, то есть вот жалко, 200-летие упустили, да, вот как-то вот в 12-м году не надо было. То есть, ну, я отношусь к этому с абсолютной настороженностью и считаю, что это избыточно абсолютно вот эти вот мероприятия, связанные с отечественной войной, то есть и никак не поддерживают вот эту истерию. — Вопрос, знаете, в другом. Вы говорите, что это некое торжество, да, вот там победы, как присваивает Владимир Путин победу в этой войне и так далее. Но разве это в данной конкретной ситуации сейчас каким-то образом поможет поднять рейтинг? Мне кажется, наоборот. — А дело в том, что они уже, на мой взгляд, потеряли немножко связь с реальностью, и вот это вот автоматическое повторение из года в год одних и тех же реалий, то есть для них очень важно. То есть попав в эту ловушку, они теперь вот не проводя, даже вот когда вот 9 мая было, 9 мая в этом году, и когда вот то, в каком виде прошло это торжество в Москве, даже это, ну, было вот неким шагом назад для них, да, то есть потому что надо было, чтобы танки грохотали, значит, махали там всякими платками и ленточками, то есть это должно было быть так в их представлении. Не получилось. Даже это большая для них потеря, потому, ну, решили продублировать, да. Тут мы еще 3 сентября чего-нибудь отметим, скорее всего, да, то есть судя по тому, что наша Госдума перенесла день окончания Второй мировой войны, значит, на 3 сентября, видимо, мы еще и отметим этот день тоже. Ну, в общем, это, конечно, на самом деле не плюс в корму вот этой власти. Это, конечно, большая нам издает ошибка, и люди уже смотрят на это все с доброй или недоброй ухмылкой, но так на эти вещи, потому это нехорошо. Просто я не могу представить, как власть может допустить такую ошибку. Неужели действительно они настолько отошли от реальности, что даже изучить не могут состояние, там, настроение в обществе и так далее? Как это возможно? У них есть социологи, правильно? У них есть исследователи. Вот тут тоже это очень глубокий момент и очень глубокий вопрос. В том смысле, что насколько власти оповещены, насколько они понимают реальную температуру в обществе, да, насколько они понимают и получают обратную связь. У них во многом потеряны механизмы изучения вот этого мнения. То есть, во-первых, разгромлена социология российская. То есть, осталась фактически только та социология, которая дает нужный результат, да. То есть, есть какие-то закрытые секретные исследования ФСО, которые периодически проводятся, о которых никто не знает. Ну, надеюсь, что там хотя бы Путин получает результаты этих исследований. Но складывается впечатление, что и на эти результаты оказывается определенное давление, они меняются в какую-то сторону. Потому что, ну, условно возьмем, там, какой-нибудь Кириенко, да, он какую-то, значит, акцию, какую-то программу реализовал, вот, духоподъемную, да, какую-нибудь, а она не сработала. Неужели он пропустит на стол Путину, там, доклад о том, что вот померили, посмотрели, не понравилось. Это же в его адрес получится негативная оценка. То есть, и вот начинаются эти игры. Потому что, ну, ресурсов у них очень много, и они очень, ну, разнообразно мыслят. Потому что вот этот разговор о башнях Кремля, он на самом деле не пустой. Кремль очень неоднородное явление, и там очень много разных лагерей, да, то есть есть Ростех, есть, там, Сечин, есть Кириенко, есть, там, Войну и прочее, и прочее, еще там десятки игроков. А это может быть использовано как инструмент, как раз-таки, или попытка, наоборот, специально испортить обстановку, может, какая-то клановая борьба политических элит, я не знаю. Я не исключаю, да. Дело в том, что вот эта вот главная поправка, к которой мы неизбежно, наверное, придем сегодня в разговоре, главная поправка, дающая возможность Путину, там, править еще, там, чуть ли не 30 лет, она ведь не нацелена в основном на то, чтобы его переизбрать в 2024 году. Это решение, как обычно и традиционно у нас не принято. Но она нацелена на главное, чтобы не создать вот этих внутриэлитных историй, да, внутриэлитных манипуляций. То есть, если вот сейчас будет известно и объявлено, что Путин в 2024 году не становится президентом, ну, в любом случае, да, по закону, тогда неизбежно начнутся вот эти вещи, о которых вы говорите. То есть, попытки инспирировать какие-то процессы, где-то что-то сделать назло, бабушке отморозить уши, где-то создать какую-то напряженность и так далее. То есть, вот я полагаю, что именно это главная цель такого срочного проталкивания вот этой поправки, именно, чтобы обезопаситься от элит внутри вот этого крупного механизма. Потому что реальной угрозой для власти Путина являются совершенно не штаб Навального и не какие-то голодные бунты, а именно вот действия элит, которые сейчас, ну, во многом несут потери в результате и внешней, и внутренней политики. Ну, это, по идее, особенность авторитарных режимов, да? Конечно, да. То есть, разделяя власть, то есть, они пытаются постоянно уравновешивать вот эта система сдержек и противовесов, она должна безупречно работать, потому что, если там какой-нибудь условный Сечин набирает какой-то слишком большой вес, он начинает пожирать своих, значит, меньших собратьев по этой элите, занимает центральную позицию, становится непобедимым. То же самое, например, там силовики. Если им дать слишком много полномочий и перестать их контролировать, однажды им придет в голову, вот как говорит Абаз Галямов, значит, что и старик-то тоже нам уже не годится, да? То есть, давайте его поменяем на что-нибудь помоложе. То есть, не допустить вот таких вот возможностей, это самая главная задача вот этого всего механизма. Ну и, в принципе, вот эти показные аресты, увольнения и так далее. Да, конечно, да, ну, время от времени надо демонстрировать, значит, что у нас нет неприкасаемых, там вот арестовали федерального министра, там, ну, это очень сильно встряхнуло элиту, то есть, ну, по крайней мере, тех, кто подсознательно думал, что, ну, как, ну, я федеральный министр, я абсолютно неприкасаемый. То есть, раз им показывают, нет, это не так, смотрите, значит, отъехал в тюрьму, да, то есть и так далее. Это касается и силовиков тоже периодически, и губернаторов там время от времени арестовывают. Это вот такая вот именно авторитарная манера. Вот скажите, все-таки голосование в Башкирии проводится, никто его не отменял нигде, это тоже массовые мероприятия. Вот с вашей точки зрения безопасно ли это, хотя вы, конечно, не... Ну, я не эпидемиолог. Да, но в любом случае... Ну, так как мы все теперь немножко эпидемиологи, да, то есть... И вирусологи. Только-только перестав быть, значит, валютными экспертами, мы, значит, стали вирусологи там, и про нефть вроде перестали говорить. Ну, действительно, на мой непросвещенный взгляд, ну, если брать вероятности, то вероятность заразиться, поучаствовав в голосовании, существенно выше, чем вероятность не заразиться, не участвовав в голосовании. Это, на мой взгляд, бесспорная история, да, то есть вы идете в место скопления людей, и шанс заразиться у вас возрастает. Это, наверное, то есть врачом не надо для этого быть. Другой вопрос, значит, насколько сейчас они готовят вот эти все процедуры и так далее, то есть вот вчера, недалее как вчера я любовался, значит, выступлением руководителя Центра избиркома Башкирского Илона Макаренко, она заявила, что они не будут тестировать членов избиркомов, потому что, дескать, это дорого, долго, сложно, ей не хочется морочиться. То есть вот это один из аспектов, одна из иллюстраций того, что вот как, насколько они относятся серьезно к этой вот пандемийной угрозе именно в процессе вот этого голосования. Ну вот смотрите, как раз-таки, да, исходя из этого, в Москве вчера некоторые СМИ об этом написали, в Москве массово члены избирательных участковых избирательной комиссии и начали отказываться, да, от участия. И там даже заявление у них есть, которое там подписало почти пять сотен человек. Вот как вы считаете, в данном случае подобное поведение членов избиркомов можно оправдать опасением неким за свою жизнь и жизнь избирателей, и правомерно ли так вообще делать, отказываться? К чему это может привести? Безусловно, это правомерно, это право людей отказаться от какой-то деятельности, то есть если им закон дает возможность отказаться, да, условно говоря, вот диспетчер, авиадиспетчер, например, не имеет права на забастовку, да, то есть так указано в законе. Члены избиркома могут отказаться от своих полномочий, от своих обязанностей. Чем они руководствуются? Ну, кто-то руководствуется личной безопасностью, то есть я не хочу идти в эту толпу, чтобы, значит, там заразиться. Ну, то есть вероятность заразиться у членов избирательных комиссий в разы выше даже, чем у тех, кто пришел на это голосование. Это понятно, то есть количество контактов, количество взаимодействий и продолжительность этого взаимодействия несравнима. Второй мотив, ну, это люди с ответственностью какой-то, да, они не хотят, ну, подвергать опасности, там, окружающих, своих коллег или голосующих. Ну, как говорится, и та, и другая точка зрения достойна уважения. И это их право, повторюсь. Насколько я знаю, если половина и больше членов избирательной комиссии откажется работать, то на данном участке голосование считается несостоявшимся. То есть это правда, и может ли это быть неким инструментом бойкотирования этого голосования со стороны членов избирательных комиссий? Ну, мы очень хорошо знаем структуру избирательных комиссий. Я имею в виду социологическую такую структуру, кто туда, значит, берется, кто туда принимается и кто там работает. То есть в основной своей массе это, конечно, сотрудники бюджетных учреждений. Соответственно, мы делаем вывод, что это самые зависимые люди от административного ресурса и так далее. Потому, наверное, оснований полагать, что это будет каким-то массовым явлением у нас нет. Потому что все-таки эта масса, эта группа людей, эта часть общества, она самая управляемая, самая забитая, самая запуганная, зависимая. Соответственно, ну, абсолютное большинство просто побоится так сделать. Ну, какая-то часть продемонстрирует остальным, что, ну, бывает и иначе. Это очень хороший прецедент с точки зрения того, что, ну, люди должны понимать, что, ну, хоть какое-то разнообразие должно быть и мнение, и принятие решений и так далее. То есть вот эта вот послушная масса, она начинает видеть некие примеры того, как, ну, оказывается, можно делать. То есть, а каждый решает за себя. То есть каждый избиратель, каждый член избирательной комиссии, там, любого уровня, он, в конце концов, ну, так или иначе свободный человек и должен для себя и для окружающих принять решение. — На официальном сайте предстоящего голосования до позднего вечера 7 июня, кажется, среди остальных поправок не было нескольких важных пунктов, да? К примеру, пункт 1, часть 3, статья 81, это как раз-таки та, в которой описывается то самое обнуление президентских сроков. Также там не было поправки, которые устанавливают новый порядок от решения президента от должности, статья 92.1. Поправки, в которой описываются условия неприкосновенности для бывших президентов, статья 93, там целиком практически измененная. Вот довольно странно, что на сайте для электората прописаны лишь социальные гарантии, да? Или это не странно? Или это специально? — Это совершенно не странно, и это очень четко ложится в ту схему, по которой вообще выстроена вот эта вся процедура голосования. То есть мы помним о том, что вот подобные процедуры у нас в законах нигде не прописаны, для нее приняли отдельный закон, и это не голосование, это не выборы, это вот непонятно что с точки зрения закона, да? То есть, соответственно, все, что вокруг этого процесса сделано, это все можно, ну, этим всем можно манипулировать как угодно. Можно не дописать какой-нибудь абзац, а потом дописать. Ну, причем, судя по той выборке вот тех статей, которые не вошли в текст на сайте, речь идет как раз именно о манипуляции. То есть людям дают вот эти пряники, по сути, совершенно бессмысленные, на самом деле, и так уже описанные нашим законодательством, и говорят, смотрите, какие замечательные поправки, у вас тут будет гарантированная пенсия, она будет расти, мы там, значит, всякие там, значит, зверушек будем беречь, там, институт семьи будем сохранять, там, и в Бога будем верить. Вот это все, ну, оно априори ложится на согласие электората, то есть, ну, а кто бы был против, да? Да, зверушек надо беречь, да, институт семьи нужно сохранять и все прочее. То есть, а потом, ой, извините, мы забыли вот эту статейку дописать. Вот это самое главное. То есть вот эта манипуляция, она, ну, на мой взгляд, здесь нет ничего случайного. Если бы это были выборы, например, забыли на сайте опубликовать там данные какого-нибудь кандидата по этому избирательному округу, но это был бы не только скандал, это было бы нарушение закона, так ведь? То есть и тут же, значит, избирательная комиссия или кто модерирует этот сайт, получила бы по шапке, а то, говорится, ну, какое-нибудь там судебное разбирательство началось. А здесь, ой, извините, забыли. А вот все же, если под это голосование отдельный закон придумали, то, скажите, многие почему-то называют это голосование нелегитимным, результаты голосования нелегитимными. Можно ли считать нелегитимным, если все-таки закон принят отдельный, он, по идее? Вот здесь, конечно, надо быть до конца вот этим вот институциональным юристом, чтобы понять противоречие вот этих моментов. Вот смотрите, поправки в Конституцию уже вступили в силу, потому что они одобрены парламентом и Советом Федерации и так далее. То есть вот это прописано у нас в законе. И вот так и работает. Но Владимир Путин сказал, что нет, минуточку, нам надо бы заручиться поддержкой народа. Ну, как любой диктатор, он всегда должен имитировать вот эту вот, значит, поддержку народа и любовь народа, да? То есть мы помним, что Чаушеску за сутки до расстрела имел рейтинг 99,5% в, значит, своей родной стране. И вот потом такая вот незадача с ним случилась. Я говорю о том, что вот это вот, ну, отвечая на ваш вопрос о легитимности и нелегитимности, это голосование вовсе не обязательно. И потому, естественно, нелегитимно. Ну, то есть как бы, если вы проводите какую-то обязательную процедуру, например, избрание там главы региона, главы страны, там, председателя совета какого-нибудь городского и так далее, то есть есть четко прописанная вещь, обязательно должны пройти выборы, его должны избрать. Вот. Здесь получается, если эта процедура не обязательна для включения поправок в Конституцию, значит, ее можно было и не проводить, а, соответственно, результат этой процедуры, опять-таки, никак не влияет на изменения в Конституции. Вот и в чем дело. То есть, ну, это все вот какая-то лирика со стороны Путина. С другой стороны, эти поправки, понятно, они вносятся не в основные статьи Конституции, но, опять же, смотрите, обнуляют сроки президента Путина и говорят, что вот у нас новая Конституция, значит, президент может продолжать быть в своей должности. Но ведь Конституция, это, по идее, не новая, то есть эта поправка конкретная, она нелегитимна, правильно? Это тоже уловка в том смысле, что да, мы не поменяли Конституцию, мы вносим в нее изменения. Конституция осталась та же. Ну, старая она, новая, это весьма такой неюридический, на самом деле, термин, даже значит, что она значит новая, то есть она вот другая, да, должна быть, либо другая, либо остается прежней. Но, насколько мне известно, изменяются и несколько статей, которые даже в самой Конституции написано, что они неизменяемые. То есть это в первой части, то есть в основополагающей части, вот в этой, как это называется, юридически там, новеллы или как-то, да? Вот, то есть вообще здесь с юридической точки зрения очень много споров, очень много, то есть тут настоящие юристы нужны, которые должны вот дать оценку этим процессам, потому что мы видим вот противоречие со многих сторон, да, то есть нет закона, приняли закон. У нас описано вообще-то изменение в Конституцию через Конституционное собрание. Почему мы его не созвали? То есть в чем причина, в чем проблема? Потому что Конституционное собрание, это, в общем-то, представительный орган, который, ну вот, так как это описано в законе, он представляет все слои населения, все территории и так далее, и так далее. Но мы ни разу за вот эти 27 лет мы не собирали Конституционное собрание. Так что, ну, как-то так. Следующий вопрос, пока у нас есть время, опять же, в Белесене всего один вопрос. Все поправки мы принимаем пакетом, то есть если я, например, не верю в Бога, но хочу там... Но хочу защищать зверушек, да. Да, то, как мне голосовать и так далее. Вот, исходя из этого, вчера некоторые СМИ опубликовали открытые медиа, если я не ошибаюсь, методичку слили, которая предназначена для того, чтобы пропагандировать вот это голосование и поправки. Здесь как на вопрос, почему изменения в Конституцию принимают пакетом, как здесь отвечено? Значит, этот ответ, отмечу, для критически мыслящих здесь написано. Мировая практика голосования по конституционным поправкам предполагает голосование по одному вопросу. Недавние конституционные голосования европейских стран всегда... На них всегда выносился единственный вопрос. Например, вы за или против одобрения Нидерландами договора, устанавливающий Конституцию Европы и так далее. Вот они, значит, ссылаются, что у нас тоже один вопрос, а что мы с вами не Европа. Нет, у нас один ответ на много вопросов. Вот разница в чем. Вот между нами и Нидерландами разница в том, что у них был один вопрос, один ответ. А у нас 100, извините, или сколько-то там, значит, вопросов. То есть, каждая поправка — это вопрос, да? То есть, вот я вот не люблю животных, да? Я их не хочу защищать, но я верю в Бога. Окей, да? Ну, то есть, это все, ну, Бог, звери, семья и Путин — это слишком большое разнообразие, чтобы это все одобрять одним словом, да? Ну, у нас вот получается. Они еще апеллируют к тому, что конституция наша нынешняя, она тоже была принята с помощью одного вопроса. Нет, ну, если мы однажды сделали что-то неправильно, мы должны и дальше делать все неправильно. Надо же исправлять ошибки, да? Если это была ошибка, зачем ее повторять? Все логично. Дело в том, что сейчас агитация ведется по телевидению, в средствах массовой информации и так далее. Вот вопрос сейчас в том, почему ЦИК это называет, во-первых, информированием, а не агитацией, а во-вторых, почему тогда не информирует против? Я как человек опытный и участвующий во всех последних выборах вам скажу так. ЦИК всегда незаконную агитацию, например, партии власти называет информированием. Вот ответ. То есть это обычная их манера. До перерыва на новости мы с вами разговаривали об агитации, и вот хотел бы сейчас конкретно агитацию на территории Башкирии в интернете, которую я увидел, какая она красивая и интересная, называется «Сохраним природные богатства». Да? И тут сразу же как-то в голову приходит мысль о Шиханах. Шиханы, Сибайский карьер и так далее. Вот скажите, это похоже на какую-то насмешку, что ли, для меня лично? Или действительно это люди попадаются? Нет, это скорее стереотипность вот этих подходов. У нас существует некая вертикаль технологическая на выборах, на вот этих голосованиях, на этих процессах. И вот когда сверху пошли эти методички, сверху вниз, там есть такие реперные задачи. Природа, семья, бог, Путин, зверушки. Ну, то есть вот-вот-вот-вот. Разбивают это на какой-то набор образов, создают вот эти картинки, которые там размещаются везде, клеятся на баннерах, в интернете и так далее, и помчались. Тут некое, наверное, скудоумие администраторов этого процесса здесь, в Башкирии, то есть они не подумали... Вот никто не сел и не проанализировал, какие будут ассоциативные ряды, условно говоря, вот им прислали из Москвы картинки, они такие, так, природа, окей. Там народные, там, природные богатства, стоп. Что мы вызовем здесь? Какую ассоциацию? Да, ну, однозначно шаханы. Так сбережем или не сбережем? Отдадим или заберем? То есть возникают эти вопросы. То есть как бы народ потом наперевес с этой конституции не полез на эти шаханы, да? То есть, а там же прописано, надо беречь. Ну, то есть возникают вот такие противоречия. Это недоработка, конечно, вот этих вот потомков Салавата, которые у нас, собственно, занимаются этой внутренней политикой здесь, да? Я вот так в кавычки беру вот эту троицу. Ребята, которые у нас как бы управляют внутренней политикой, они же присматривают за выборными процессами. Ну, вот там такой уникальный коллектив, понимаете, собрался. И потому, конечно, наверное, это их какая-то ошибка. Ну, и действительно, теперь это вызывает вот обратную реакцию, да? То есть сбережем богатство. Ну, сбережем тогда, давайте не отдадим шаханы. Как это будет работать? Да, ну, нет, как будет работать? Возьмем конституцию и отправимся на гору. То есть природным, ну, я так понимаю, под природным богатством ведь что-то будет иметься в виду? Вот, конечно, да. Не активы Роснефти, не, значит, доходы БСК там и прочих, конечно, нет. Это частное богатство. То есть там же не скажем, что сбережем богатство Сечина, а сбережем богатство народа, да, природы. Ну, вот так как. Ну, имеется в виду, шаханы попадут под это понятие или нет? Ну, по определению, конечно, попадут. Но как иначе? То есть либо мы должны тогда классифицировать на сберегаемые и несберегаемые природные богатства, правильные и неправильные, да? То есть есть там запрещенные природные богатства, которые нельзя сберегать, есть разрешенные, да? Ну, это бред, конечно. Ну, прохлопали они, прохлопали эту картинку, соответственно, мы здесь в Башкирии получим вот такой диссонанс на эту тему. — Председатель Курултая Толкачев недавно рассказал о планах изменить региональные законы, и вот по его словам это нужно сделать в связи с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию. О каких законах идет речь, что можно вообще изменить, как вы думаете, о чем он говорит? — Я боюсь предположить, что же, что случилось с Константином Борисовичем после этого карантина, то есть, ну, как-то очень расплывчато это звучит, но законодательство, конечно, меняется постоянно, довольно живой организм, ну, то есть, конечно, там меняются обстоятельства, вот мы вот сейчас вот были свидетелем того, как у нас стремительно меняются правила торговли алкоголем, да, то с 8 до 10, то там с 9 до 10, то до 11, то есть вот живой организм законодательства, он пульсирует. Ну, а о чем говорит Константин Борисович? Ну, это надо его спросить, что он там... — Ну, вот его цитата. — Сейчас необходимо привести Конституцию в соответствии с реально сложившимися отношениями, а также заложить закон то, о чем никто не думал на момент его принятия. Ну, лучше не стало. — О, Боже, лучше не думать, что ему кажется. То, о чем никто не думал, надо вложить в законы. Нет, ну, Константину Борисовичу надо немножко, как бы, видимо, перейти в себя, чтобы до конца к реалиям вернуться. Приведение в соответствие, например, башкирского законодательства с федеральным, оно идет многие годы, и до сих пор еще не приведено окончательно в соответствии. Это, конечно, правильная история, это нужная вещь, да, потому что, ну, как минимум странно, что на отдельно взятой территории Российской Федерации законы там слегка противоречат общефедеральным. Таких сейчас немного осталось, но они есть. Может быть, об этом говорил Константин Борисович, я не знаю. — А вот скажите, вот конституция нашего субъекта Федерации, Республики Башкортостан, о ней как-то то ли все забыли, то ли ее нужно приводить в соответствии с новой нашей конституцией России или нет? — Ну, давайте так. Конституция — это вообще принадлежность государству. То есть и говорить о конституции Башкортостана, если мы перестали воспринимать его как государство, я подчеркиваю «если», потому что в Конституции Башкортостана написано «Башкортостан — суверенное государство». Вот такая фраза в самом начале. Слово «государство» есть в отношении территории. Конечно, федеральному центру и вообще многим очень хочется забыть о существовании этого документа, забыть об обстоятельствах, когда он появился, и вообще для чего это все было. Конечно, это историческая данность. Вот начало 90-х, когда немножко другая была ситуация. Но само по себе существование Конституции части Федерации, ну, на мой взгляд, непросвещенный взгляд не юриста, это некий абсурд. Надо ли его приводить в соответствие с федеральным или просто можно о нем забыть или перестать упоминать и так далее, не знаю. То есть что правильнее сделать, но с точки зрения законодательной конструкции он как-то выглядит нелепо, если честно. — Поправки о защите животных, природы и так далее. Это, конечно, звучит красиво и хорошо. — Звучит мило. — Звучит мило, да. — Понимаете, на это и расчет. Ну, это замечательно. Кто скажет, что там, давайте будем убивать животных, жечь леса, осквернять природу? Ну, никто так и да. То есть это априори готовый ответ. — Скажите, вот подобное, есть ли где-нибудь в Конституциях других стран, и не становится ли наша Конституция от таких поправок чем-то, ну, очень смешным, что ли? Потому что, кажется, это должно быть прописано не на уровне Конституции. Я все-таки ошибаюсь. — Я не эксперт в области конституционного права иностранных государств. Конечно, надо поинтересоваться, соотнести. Я думаю, что в разных Конституциях много разного интересного написано. Но, да, мы перенасыщаем Конституцию конкретикой. Конституция — это рамочный документ, который декларирует, по сути, принципы существования государства. А потом существует огромное количество законов, которые конкретизируют, да? То есть, вот в Конституции написано, что приоритет ценности для государства — это жизнь человека. А в Уголовном кодексе написано, что кому полагается за убийство, да? То есть, вот это вот конкретика и общее абстрактное заявление. И у нас появляются разные противоречия в Конституции в связи с перенасыщением ее вот этими вот данными. У нас есть тезис о том, что Россия — это светское государство, и у нас появляется Бог. Вот, чей Бог, какой, вот не уточняется. То есть, нам придется, наверное, закон о Боге принять теперь. Потому что Бог, вот как минимум, у нас многолик на территории, да, существует. Там у нас есть мусульмане, христиане, буддисты, иудеи, и еще масса разных модификаций, конфессий. То есть, о каком Боге идет речь? О едином Боге? Ну, тогда Конституция превращается в Библию даже, или еще в более серьезный документ. Есть такая формулировка, мне кажется, более нейтральная или нет? Там написано, что, значит, это вера в Бога передана предками, что-то наподобие того. Вот это противоречит с понятием... Это противоречит с здравым смыслом. Дело в том, что веру в Бога можно обрести разными путями, да? Довольно сомнительно, что вера в Бога передается там половым путем, да, то есть через размножение человека, да? То есть, вот, я родился у своих родителей, и вот они мне заложили в этом геноме, значит, веру в Бога. Скорее всего, нет. То есть, истинная вера, она либо приобретается, либо каким-то образом, значит, обретается, и так далее, и так далее. То есть, и говорить о передаче ее из поколения в поколение, наверное, было бы неправильно. Но, действительно, это, да, вызывает такую иногда, может быть, там, усмешку, ухмылку. У атеистов это, наверное, вызывает какое-то раздражение, да? То есть, как бы, тут вот очень спорная история. Одна из поправок устанавливает понятие брака в Конституции. То есть, это брак, это союз мужчины и женщины. Вот так говорит наша Конституция. Да. Вот скажите, это позволяет думать, что наша Конституция ущемляет права меньшинств? Ну, как минимум, юридически. В том смысле, что когда и если в Российской Федерации будут разрешены однополые браки, тогда Конституция вступит в прямой конфликт с этим законом, да? То есть, теперь у нас в Конституции написано, что браком, а брак это юридическая конструкция, считается вот то-то и то-то, да? То есть, ну, тут поспорят, например, жители Голландии, там, и некоторых Соединенных Штатов, некоторых из Соединенных Штатов, да? То есть, где разрешены эти однополые браки. То есть, говорить здесь о ущемлении прав нетрадиционных сексуальных меньшинств я бы не стал, потому что, ну, как бы, там не написано, что нельзя быть, там, не таким, как все, да? Но, по крайней мере, там уже написано, что, там, скажем, люди нетрадиционной сексуальной ориентации уже потеряли возможность заключить брак. То есть, вот об этом пишет наша Конституция на данный момент. Но у нас и так они не разрешены пока еще. Так что, ну, это некая конкретизация вот этой вот вещи. Как вы думаете, для чего это вообще все делается? То есть, это некий ответ, некая реакция на общественный запрос? То есть, возможно, в обществе у нас вот гомофобные настроения, да, преобладают. И они решили, давайте-ка мы и брак закрепим. Все совсем не так, нет. Значит, делается вся эта история только для того, чтобы дать возможность Путину переизбираться в 24-м году в юридическую. А вот все вот это вокруг, вот вся вот эта красота, это технологическая уловка. То есть, когда они сели решать за стол, там, значит, Киренко, войну, там, и еще там человек 5-7, которые вот определенным образом рулят этой ситуацией, они решили, ну, вот нам нужно провести такую поправку. У нас есть препятствие для того, чтобы Путин мог быть президентом дальше. Что нам нужно сделать? Исправить Конституцию. Как будем исправлять? Внесем поправку. Но если мы внесем одну вот эту поправку, тут действительно существенно люди встанут на дубы. Ну, так давайте засыпем ее сверху вот этими конфетами. А дальше просто дали задание промониторить вот эти вот интересы, да, там, зверушки, бог, значит, гомосексуализм, природа, ну, и так далее. Далее по списку, да. Значит, все это сверху засыпали этими конфетами. Каждому досталось какой-то сегмент интереса. Это вы зверушек любите, я природу, да, Никита задумывается еще о чем-то другом, да, то есть мы нашли себе вот какие-то вот разные интересы, да. И вот кажется, что нам всем это подходит. То есть если мы глубоко не заглянем на дно этой тарелки и не увидим вот эту главную ядовитую конфету, которая лежит внизу, вот тогда мы будем все удовлетворены. Это всего лишь технологический прием. Никакого обзора интересов или назревших проблем точно не было абсолютно. Ну, получается, все-таки у нас гомофобные настроения процветают. Они процветают везде в мире. То есть вот здесь нужно убрать слово у нас. То есть это абсолютно, ну, я бы не сказал нормально, но естественная реакция гетеросексуального большинства на гомосексуальное меньшинство. Так было во веки веков всегда и так будет. Вопрос только в том, насколько человек может или не может контролировать свои инстинкты. То есть если раньше, ну, в некоторых местах там гомосексуалистов убивали, например, да, там, причем в некоторых местах даже законным образом, то сейчас, ну, на определенных территориях к ним относятся терпимо. Вот вся разница, собственно. Нет, ну, все-таки, я думаю, есть разница, если такую поправку бы в Соединенных Штатах предложили. Я согласен, да, конечно, что в цивилизованном обществе, наверное, такие вещи буквами не пишут. То есть если кто-то так и думает, то буквами точно не пишут. — Когда проходило голосование на уровне Госдумы и местных парламентов в том числе, партия КПРФ воздержалась и там, и в Башкирии. Вот какая же это оппозиция получается? Почему они против? — Какая есть. То есть это максимум, на что они способны, в том смысле, что, ну, дело в том, что, во-первых, есть некая разнарядка на разнообразие мнений у нас в политической системе. Этой разнарядкой периодически пользуются, значит, несколько партий, «Справедливая Россия», КПРФ, значит, и ЛДПР, ну, я имею в виду из числа парламентских партий. Ну, «Яблоко» еще у нас иногда играет такую роль, не будучи парламентской партией. Соответственно, здесь КПРФ исполнила вот этого ГПК совершенно, ну, как и было заказано и оплачено, значит, они воздержались. То есть если бы они против проголосовали, то это дало бы, ну, уже избыточный эффект, и, например, их электорат начал бы там чего-нибудь, значит, на эту тему думать, да, то есть, ну, часть этого электората. То есть они очень аккуратно и ювелирным образом исполнили заказ Кремля. — Один из депутатов КПРФ, уже бывших, Дмитрий Чувилин, наших региональных, он депутат Крултая, и он единственный проголосовал против этих поправок. И мы видим результат, да, через некоторое время его из партии исключили. Вот скажите, это могло стать, есть какая-то причинно-следственная связь, по вашему мнению? — Конечно, да, конечно. — И не играет ли это, наоборот, против репутационного капитала партии КПРФ? — Конечно, не играет, да. Ну, Дима вошел в депутатский корпус вопреки желанию партии, так случилось, то есть, ну, так технологически получилось. Значит, они не могли ему не дать этого мандата, они его дали, и все его пребывание, значит, в госсобрании все время, ну, фактически, его же партия с ним и воевала. В большей даже степени, чем, например, там, какая-нибудь Единая Россия. То есть, он был у них козь в горле, естественно, это, ну, ну, и никак иначе, как негативно это не может сказаться на репутации партии. Особенно ее башкирского сегмента, который, ну, прямо скажем, пребывает сейчас в очень печально воплаченном состоянии. То есть, вот, руководимый господином Кутлугужином, они уже совершенно превратились в какой-то... Они и раньше были неким придатком политическим здесь, на этой территории, сейчас они уже превратились в каких-то марионеток. — Нужно ли менять, но я думаю, здесь ответ понятен, модель взаимодействия органов, точнее, так скажем, вот этой мнимой оппозиции и, там, правящей партии с оппозиционерами? С тем же Дмитрием Чувилиным, может быть, можно было бы поступить как-то иначе, чтобы это не сказалось? — Ну, вот, например, Рустам Ишмухаметов, которого тоже недавно рассматривали на том же комитете, значит, по этике, и они отказались вообще каким-то образом на него воздействовать, наказывать его, тем более его, там, выгонять из госсобрания. А речь шла, в общем-то, о довольно серьезном проступке, о том, что он напрямую оскорбил, значит, своих оппонентов и, значит, членов других партий, обвинив их в бездействии, там, прочее-прочее, значит, и всякими разными, значит, словами. Вот, пожалуйста, вам избирательность этих подходов, да, то есть, вот, деяние Чувилина и деяние Ишмухаметова. И Ишмухаметову все сошло с рук полностью, то есть, они причем даже сказали, нет, мы даже не будем рассматривать там этот вопрос, то есть, он абсолютно невиновник и так далее. То есть, тут даже, ну, говорить не о чем. Конечно, это взаимодействие нужно менять, безусловно, но дело в том, что та конструкция политическая, которая у нас существует, она вообще не нуждается в разнообразии мнений. То есть, они тут сталкиваются с такой проблемой, что, как только они, вот, возвращаясь к вопросу о поправках, почему не было собрано, например, конституционное собрание? Да потому что это опасно для власти. Если бы оно вдруг собралось по-настоящему и как положено, могли бы выясниться очень нелицеприятные вещи по поводу вот этих поправок и прочего, и прочего. То есть, давать рычаги, даже маломальские, мы видим, как вот, например, помните вот эту историю с Мосгордумой, да? Казалось бы, кому она вообще нужна, эта Мосгордума? То есть, какой она, и вот какое это вызвало реакцию, как это, значит, это, как это раскрутилось, это событие и так далее. Вот такового масштаба страх у них перед хоть каким-либо проникновением во власть людей с иным мнением. То есть, Чувилин, ну, он, во-первых, коммунист, во-вторых, ничего такого уж сверх крамольного он там не говорил. Он время от времени просил просто отчитаться министров, например, там, хоть как-нибудь по своим деяниям. Они делали квадратные глаза, некоторые даже шестиугольные, и говорили, как это так вот мы отчитаемся о затратах? Да вы что? Да вы что? И они растерянно смотрели, значит, по залу и с глазами, там, Толкачева, который должен был, видимо, своего депутата там унять. Ну, то есть, вот настолько они отучились действительно отчитываться, взаимодействовать, реально слушать людей и так далее. То есть, у нас это ужасная ситуация, конечно, с этим. Буквально позавчера, кажется, если я не ошибаюсь, прошли дебаты на канале журналистов Москвы Майкла Наки с участием Алексея Навального и Максима Каца. Вот Навальный отстаивал позицию бойкотирования выборов, да, а Каца призывал голосовать против, идти, участвовать, голосовать против. Какой позиции придерживаетесь вы? Вот этот вот вечный вопрос, да, то есть, он очень мне напоминает вопрос о том, перестало ли ты пить коньяк по утрам, да? То есть, перестало плохо, значит, пила, да, не перестало плохо, значит, пьешь. То есть, вот вопрос без ответа. Каждый выбор, он встает, да, идти голосовать. Вот Путина выбирали, да, там, Хабирова выбирали. Идти, не идти, да, голосовать, не голосовать, против голосовать. Но одно дело выборы, которые регулируются. Нет, по сути, да, это уже другой вопрос. Это накладывается только, вот это один из аргументов Навального, когда он говорит, что, ну, что туда ходить, когда все равно все нарисуют. Я с ним абсолютно согласен, потому что даже на этих выборах, обычных наших, заформализованных выборах, существует огромное количество лазейка, а тут пять дней. Или там сколько? Пять, да, по-моему, дней. И пять ночей. Да, и пять ночей. Замечательно для этих, значит, товарищей. И еще там ограниченный доступ к этому всему. И все эти, все эти ковидные мероприятия. Тут рисуй, не рисуй. Тут главное, чтобы сто сорок шесть процентов не нарисовать случайно. Но с другой стороны... Это, нет, это я вот закончу. Это аргументы Навального, которые говорят, это некачественные выборы, это не выборы, это голосование нелегитимное, оно там неконтролируемое, д-д-д. Кац говорит, что, ну как же, вот мы не пойдем, за нас нарисуют. Кац говорит, мы должны выразить свое мнение. Кац говорит, мы должны показать власти, сколько нас, да, в конце концов. Ну, и так далее, и некоторое количество аргументов. Все аргументы и того, и другого абсолютно правильные. И, к сожалению, правильного, вот абсолютно точного и правильного выбора между этими двумя позициями не существует. Но здесь есть вот эта вот пандемийная составляющая. И потому, если люди окончательно запутались, идти, не идти или голосовать против, они... У них есть еще третий вопрос. Вопрос собственного здоровья. То есть, вот ответьте на него и решите. Вот у меня такой рецепт. Вам не кажется, что проблема российской оппозиции как раз-таки заключается в том, что вот такие конфликтные моменты происходят? То есть, оппозиция у нас, оппозиционное движение, и так оно не слишком широко, да? И когда еще внутри оппозиции происходят конфликтные ситуации, мне кажется, обыватель просто подумает, что они сами там разобраться внутри не могут. Как же мы их еще и к власти, допустим? Это так, да, к сожалению, это так, но это признак любой оппозиции в любой стране, потому что это, как правило, малочисленные частные мнения по какому-то конкретному вопросу, они никогда не сойдутся в одной точке. Тогда, когда будут появляться массовые, значит, оппозиционные либо движения, либо какие-то группы людей, вот тогда будут появляться лидеры, которые будут консолидировать вот эти все вещи. И тогда они научатся договариваться. Ну, так говорит история. Так вот происходило всегда. Вот сейчас, например, вот мы забыли сегодня историю с нашими несчастными дольщиками. Вот это одна из групп, социальных групп, которая неожиданным образом сейчас, ну, очень беспокоит власти в смысле вот этого голосования. Потому что если сейчас здесь власти в Башкирии не удержат вот эту вот протестную волну, которая начинается, сейчас поднимается еще до вот этого голосования в среде обманутых дольщиков, это довольно большой процент населения. То есть и вокруг них есть люди, и люди есть, которые смотрят на это и тоже делают выводы. Вот вам ответ как бы на вопрос о том, что там не договорилась оппозиция, плохо на нее смотрят. Но оппозиция это осознанная некая конструкция, а есть еще просто неосознанное недовольство. То есть, вернее, оно не политическое недовольство, но недовольство властью. И вот это значительно более организуемая масса. И здесь не бывает разночтений, людей есть общий интерес. Там Кац и Навальный преследуют довольно разные цели, ну, лично причем преследуют довольно разные цели, и потому они не договорятся никогда. Там Навальный и Гудков и прочее, прочее. Но это все Москва, это все вот эти вот маленькие кружки в пределах Садового кольца. По большому счету на политическую жизнь страны они имеют не очень большое влияние. И потому скорбить об их там несоорганизованности, да, ни единости, наверное, не стоило бы. А что у нас с оппозицией в Башкирии? Это штаб Навального в Уфе и Дмитрий Чувилин? Или там есть еще какие-то... Ну, есть, у нас нет никаких четко выраженных организаций и центров. У нас есть явления, у нас есть события, вокруг которых что-то, значит, там начинает происходить, кто-то прибегает. Вот сейчас, опять возвращаясь к дольщикам, вчера в их лагере кто только не был. Тут и Гайсина с блокнотиком, тут и прокуратура, и депутаты госсобрания, кое-кто уже туда съездил, ну, значит, и ваш покорный слуга там уже побывал и прочее, прочее. Вот, пожалуйста, точка притяжения, и это уже как бы, ну, речь не идет о недовольстве властью, да, то есть действиями властей, решениями властей и так далее. Вот, кстати, о Гайсине. Ой, помянешь черток ночи, да? Не знаю. Недавно коммерсант сообщил, что Зульфия Гайсина, возможно, займет пост уполномоченного по правам человека в Республике Башкортостан. Вот скажите, это еще один шаг навстречу демократии после создания СПЧ, или просто попытка сделать из человека подобие фейковой оппозиции? Не знаю. Нет, ну, в Зульфии Гайсине, Гайсиной, в ней сосредоточено вообще представление Хабирова о демократии. То есть вот в этой одной маленькой ничтожной точке там сосредоточено все. То есть она его, значит, его ученица, она, значит, там ему решила проблему с дольщиками перед выборами, значит, утихомирила их, сдерживала сколько могла. Она, как выяснил суд, является, значит, там, подставным фейковым кандидатом на выборах. То есть она у нее на все руки мастер вообще. То есть в этой точке сошлась как раз вот эта вот идеальная демократическая конструкция для Хабирова. Конечно, удобно, когда одним человеком можно пользоваться по очень разному назначению, да, то есть то в СПЧ ее назначишь, то там будет смену по правам человека. Но, наверное, это было бы очень смешно, если честно. Если это окажется правдой, то это будет, конечно, очень смешно. Но это, наверное, поставит точку вообще в дискуссиях о том, ну, насколько Хабиров, в принципе, там склонен к какой-то там либерализации обстановки в Башкирии. А относится ли эта трактовка ко всему СПЧ, как к органу? Ну, там много разных людей. Есть люди, которых мне бы не хотелось обижать огульно, да, то есть там есть приличные люди, которые туда попали случайно, надеясь, что они понимают, куда они вляпались. Но в целом, конечно, орган абсолютно неработоспособный, он все больше и больше привлекается вот этими вот потомками Салавата для того, чтобы имитировать некие процессы, где-то что-то подтвердить. То есть вот на последнем собрании они договорились до того, что, причем один из членов СПЧ выдвинул такую инициативу, а давайте будем конфисковывать магнитофоны у тех, кто громко слушает музыку. Замечательно, да, то есть вот права человека тут прямо прут, да, из всех этих разрывов на штанах, да, то есть я в том смысле, что вот они вроде как защищать права должны. А заговорили о конфискации. Ну, в общем, конечно, вот как-то так это все. Нет, вот очень, на мой взгляд, неработоспособная конструкция, хотя, наверное, намерения у Хабирова были благие. То есть само по себе создание такого органа, наверное, это неплохая идея, но, как обычно, у нас ее извратили и вот так вот. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, кажется, в конце мая заявила, что, значит, больше половины субъектов Российской Федерации уже имеет основание переходить к первому этапу снятия ограничений, да, там, в конце мая, в начале июня. Но в Башкирии эти ограничения сняли 12 мая, там, отмена режима всеобщей самоизоляции и так далее. Ну, правда, там комендантский час остался для людей старше 65 лет. Это как? Почему такие противоречия? Нет, ну, Путин сказал, мы отдаем все полномочия по регулированию этих процессов губернаторам. Ну, по сути, он дал право губернаторам, одновременно с этим все-таки губернаторы должны подчиняться федеральным органам власти, а Роспотребнадзор федеральный орган власти. Тут, конечно, очень противоречивая картина сложилась, но мы видим, как на разных территориях допускаются очень разные ошибки, к чему они приводят и как их пытаются скрывать и так далее. Ну, статистика смертности в Башкирии один из примеров тому, что вот мы здесь много ошибок совершили с этой пандемией, и мы продолжаем на них настаивать, уже даже Роспотребнадзор, а проверка нашего Забелина, да, по цифрам, ну, что вот, конечно, трагедия на самом деле. Мы теперь как будем жить дальше с министром Вруном? Ну, он врал нам всю дорогу, как выяснил Роспотребнадзор. Вот как нам теперь жить с целым министром с таким вот качеством? Ну, я к тому, что оценку давать, почему Хабиров снял 12-го числа эти меры, тут, наверное, сложно и нужно чуть позже, когда мы полностью картину будем видеть, но он имел на это право. В гостях был политтехнолог Андрей Пателицын, меня зовут Айдар Ахмадиев, это была передача «Персональный ваш». Хорошего дня. Здравствуйте.